Возьмем сердечник от электромагнита и поднесем его к кучке железных гвоздей. Сердечник не притягивает гвозди. Теперь присоединим к одному его концу сильный неодимовый магнит, а другим концом поднесем сердечник к гвоздям. Гвозди притянулись к сердечнику, он намагнитился. Уберем магнит, и гвозди падают вниз. В отсутствии внешнего магнитного поля сердечник сразу же размагнитился. Повторим этот же опыт с клапаном от автомобильного двигателя. Сам по себе клапан не притягивает гвозди. Подсоединим к одному его концу постоянный магнит. Клапан намагнитился и притянул гвозди. Уберем магнит, а гвозди продолжают держаться на клапане. Он сохранил свою намагниченность. Феромагнитные материалы, которые намагничиваются под действием внешнего магнитного поля и размагничиваются в его отсутствии, называются магнитно-мягкими. Феромагнитные материалы, которые сохраняют остаточную намагниченность и в отсутствии внешнего поля, называются магнитно-твердыми. Понятно, что сами постоянные магниты делаются из магнитно-твердых материалов. Феромагнетики состоят из микроскопических участков однородной намагниченности – доменов. В недомагниченном состоянии домены ориентированы случайным образом, и поэтому общая намагниченность образца близка к нулю. Когда мы приближаем к образцу постоянный магнит, все домены ориентируются по полю. Если феромагнетик жесткий, при удалении магнита домены сохраняют свою ориентацию, и намагниченность образца сохраняется. Конечно, сами домены не вращаются, как стрелки компаса, но перемагничиваются. На этой анимированной картинке, заснятой под специальным микроскопом, видно, как идет перемагничивание доменов под действием внешнего магнитного поля. Так что области намагничивания по полю поглощают области намагничивания против поля. Теперь снова вернемся к нашим опытам и спросим, если стержень намагнитился, как нам его размагнитить? Сделать это очень просто. Надо перевернуть магнит и начать подносить его другим полюсом к стержню. В какой-то момент гвозди упадут. Стержень размагнитился. Теперь магнит надо отодвинуть. Стержень так и остался размагниченным. А теперь поместим этот стержень, который, как мы уже знаем, сделан из магнита твердой стали, внутрь катушки с 400 витками медного провода. Запишем показания датчика магнитного поля, установленного у конца стержня, при пропускании через катушку электрического тока, медленно меняющегося от плюс полутора до минус полутора ампер, а потом обратно от минус полутора до плюс полутора ампер. При больших токах магнит насыщается. И дальнейшего намагничивания при росте силы тока уже почти не происходит. Кроме того, мы наблюдаем петлю гистерезиса, по которой происходит перемагничивание стержня в одном и в другом направлении. Когда величина тока уменьшается до нуля, намагниченность стержня до нуля не падает. Это явление называется остаточной намагниченностью. Чем больше остаточная намагниченность материала, тем более сильные постоянные магниты из него получаются. Чтобы полностью размагнитить образец, к нему надо приложить магнитное поле противоположного направления. Величина этого поля называется коэрцитивной силой. Площадь петли гистерезиса определяет энергетические потери при перемагничивании образца за один цикл. Понятно, что такие потери могут быть очень большими в устройствах, запитанных переменным током. А потому сердечники трансформаторов делают из материалов с минимальной площадью петли гистерезиса.